Привет. Привет. Секундочку, не признаю вас в друзьях своих. Вы кто? Я не добавлялся в друзья. Вы сказали my friend. Вы на моего френда не похожи. Я смотрю американский флаг. Вы дружите с американцами? Нет, просто я все народы уважаю. А вы откуда искусственные? Великий Новгород. Это страна такая? Нет, это город. А страна называется? Россия. А кто по национальности, если не секрет? Русский. Чей? Русский. Кондициональность, да, такая? Ну да. Ну как, расскажите, как вам? У вас форма, это что? Это МВДшная форма, чтобы я понимал? Нет. Интересная. На военную не похоже, потому что серая. Уфсиновская или как-то там? Нет, точно не Уфсиновская. А чья? Ну что это за интрига? Интересно. Что-то у меня заваляется вопросом. И вы-то откуда? Беларусь, город Минск. Круто. Или это ВСРФ у вас? А, я знаю, это ВВЭшная форма, да? Нет. Вы похожи на ОМОНовца, угадал? Нет. Тоже нет. Интрига, короче. Интрига, пускай она останется. Интрига, да? Ну ладно, хорошо, допустим. А три полоски это какой воинский чин или служебный? Это генерал-лейтенант. Генерал-лейтенант, я понял. Балабол, Звездобольский, да? Да не говорите вообще, да. Правый. А если серьезно сейчас без этих кривляний? Ну три полоски я не разбираюсь в военных этих символиках ваших российских. Так вы мне так не ответили тоже. Да ответил он из Беларуси, город Минск. Нужно лгать. Мундир, не позорьте ваш. Сейчас ложью. Нарву, причем. Нет, я вас спросил про флаг, а вы так и не ответили. Сразу начали меня за... Ну флагом вас вас не устраивать. Нет, просто... Вы сказали, что у меня флаг висит, это не было вопросом. Что волшете, россияне? Не хорошо. Ну почему у вас висит американский флаг? Он висит, потому что на него действует сила гравитации, но из-за того, что он прикреплен к стене, он не падает на землю. Ну да, это понятно, да? Ну почему? Патриот в Америке. Я патриот в Беларуси. Вас стало хуже слышно, что-то там с микрофоном произошло. Да не, на месте микрофона. О, сейчас нормально. Нормально? Ну хорошо. Так. И что у вас в флаге не устраивает? Да нет, меня все устраивает. Просто ну почему? Я вам сказал только что. Ну, да. Законы физики вы мне объяснили. Ну с чем связано вот это вот? Почему не другой какой-то флаг? У белоруса рядом с белорусским флагом. Ну какой еще должен висеть флаг, как не американский? Не знаю. Задумайтесь, россиянин, над этим. Россиянин. Как будто я тут сижу, у меня тут народ слышит вас. Россиянин. Вы же, он. Нет, значит меня послышалось. Россиянин, россиянин. Можете задумываться? По службе вам положено задумываться? Да. Задумайтесь. Ну я с вами не разделяю ваше мнение. А какое у вас мнение тогда? Ну как минимум я бы к своему флагу бы никогда, никакой флаг другой бы не повесил. Не повесили. А какой у вас флаг, напомните мне, пожалуйста. Триколор. Триколор. Когда он появился вообще? Он появился, когда распался в СССР. В СССР. Он тогда появился? Да. А вы что-то слышали о, я так скажу, Великой Отечественной войне? Да. Деда воевали, вот это все. Вы слышали, что в то время существовала так называемая русская освободительная армия генерала Власова? Да, слышал. Про Власова слышал. В конкретике точно никакой не помню. Но про Власова знаю. Я напомню сейчас. Вы слышали, что Руа Власова являлось структурным подразделением Вермахта времен Второй мировой войны. фактически стояла на довольстве вермахта было структурным подразделением одним из и в этой руа генерала власова воевала до двух миллионов россия но это все как бы лирика потому что мы говорили о флаге да вы сейчас задумайтесь где флага где власов так вот когда-то власов написал следующие слова придет время и наш этот флаг будет развиваться в москве над кремлем флаг генерала власова был триколор белый синий красный то есть ваш флаг является фактически флагом структурного подразделения вермахта времен второй мировой войны ваша страна единственная кто единственная страна что имеет сегодня символику сил вермахта второй мировой войны в качестве государства более ну я погуглю надо на досуге как бы этого я не сдал вот видите вы говорите вы бы не повесили свой флаг но ваш флаг на самом деле развивался весело задорно рядом с флагами нацистской германии сейчас расскажу вот без понятия про эту информацию но я обязательно под этим флагом сжигали жгли белорусские деревни когда ваши ваша пропаганда рассказывает о тех страшных гитлеровцев которые жгли наши деревни ваши власовцы под вашими аквафрешами вот этими жгли наши белорусские деревни которых были сотни если не тысячи только на территории белоруссии кстати в украине такие деревни были тоже и в польше там везде куда захотели ваши товарищи а почему они туда заходили потому что они являлись врагами беларусь под вас исторически так сложилось у вас как-нибудь можно в друзья тут добавить просто надо сейчас отъехать хорошо скажите как кто это куда вас добавить я пишу куда вас добавить но тут можно как-то в друзья видел добавлять как вас найти вконтакте где-то еще нигде нет у меня социальных сетях ну а как вас добавить адрес электронной почты номер телефона вот что-нибудь полина вот это вам сказать не могу тут вы и висли в приложении именно дожжетчик какой-то есть хорошо но скажите хотя бы в каком подразделении чтобы я вашему командиру передал привет это я точно не скажу я все равно вас найду поэтому давайте сэкономим мне работу ради бога ради бога ладно на прощание такой вопрос скажите путин хуй во между нами только нет нет а скажите зачем вы на черного и бегали зачем вы на украину напали все говорю давайте полицейские зачем напали на украину и полицейский а почему полиция написано на пузе полиция а разгвардии отдых а я понял почему вы называете путина не понял так может а в украине сейчас находитесь на ахтыш оккупант бачишься шановное спадарство реки таки скрылся разгвардия тая разгвардия какая сегодня так сама принимает непосредного дел у агрессивного несу праць украины а меркуючика таму я кену зараз выглядая том-то месу дзену зараз знаходилася то исты великое махчумы шо таки это организм оккупант так сама знаходится на территории украины ну что ж я пасправу ягу зараз пашукаць можа хто так сама мая жаданне пашукаць это организм у социальных сетках у яких его не паяну слова не надо на этом усе дякую за увагу живе беларусь слава украине с вами кастусь ставьте пада байки подписывайтесь на мои каналы youtube 3 грамм и facebook а так само не забывайте потребливать збройные силы украины дякую